Сборная Франции все еще котируется у московских букмекеров. Лимонде, Франция. 28 июня 2018 года. Одетый в шорты и кеды Сергей концентрируется не на поле, а перед экраном. Поставлю нам Бапе. Он сегодня забьет. Увы, но нет. Французский игрок вышел только к концу матча с Даней 26 июня, и чуда не случилось. В любом случае, за два часа до начала встречи Сергей был настроен сделать ставку на победу сборной Франции. Хотя Мбапе слегка претенцозен. Вообще, пока звезды только нервируют его. Месси – это катастрофа. Так было до спасительного гола аргентинца в матче с Нигерией. Пенсионер Сергей практически каждый день приходит сюда, в прохладное помещение на Новом Арбате в центре Москвы. Здесь россияне делают ставки на результаты чемпионата мира. Букмекерская компания Лига Ставок за 10 лет прочно утвердилась в своей сфере и может похвастаться сетью из 500 представительств по всей России, из них 125 в Москве. Обычно здесь делают осторожные ставки на российские футбольные команды или хоккей. Как бы то ни было, с открытия чемпионата мира 14 июня аудитория охватила футбольная горячка. Раз чемпионат проходит в нашей стране, даже домохозяйки в курсе событий, прагматично отмечает заместитель гендиректора Лиги Ставок Александр Егоров. В силу коммерческой тайны он не приводит конкретных цифр, но заверяет, что число Ставок очень, очень выросло. Самая поразительная ставка была зарегистрирована 19 июня, когда один человек выиграл трижды, угадав результаты всех трех матчей того дня. Россия и Египет – три к одному, Колумбия и Япония – один к двум, и Польша-Сенегал – один к двум. Ставка счастливчика возросла в 5317 раз. Максимальный выигрыш составляет 10 миллионов рублей. Бесшумная обстановка в первые дни турнира рейтинга российской сборной взлетели вверх. Свою роль, видимо, в этом сыграл и патриотизм. В то же время некоторые, как например, пенсионер Михаил, предпочитает вообще не ставить на матчи сборной, чтобы не играть против своих. Или из-за суеверия. Франция тоже пользуется популярностью, наравне с Бразилией, Хорватией и Германией. Сергей даже считает, что французы сойдутся в финале с хорватами. В здании на Новом Арбате выстроившиеся в три ряда экраны напоминают биржу с постоянно мелькающими и меняющимися цифрами. Кассы, где люди делают ставки или получают выигрыши, погружены в полумрак и не бросаются в глаза. Виртуальным игрокам не запрещается снять стресс с помощью пива, в их распоряжении имеется бар. Молодой киргиз Тибек, повар суши, проводит здесь выходной. В принципе, сейчас он бывает здесь часто. Вчера я поставил на испанцев 3000 рублей и выиграл 6000. Улыбается он. Сегодня я поставил на Францию. К сожалению, на этот раз денег ему не видать. Зарезервирован два года назад. Этот столик был зарезервирован на вчерашний день. Матчи России-Ауругвы, Испания-Марокко и Иран-Португалия. Примечания редакторов. Еще два года тому назад, любезно рассказывает нам Александра. Вечером в зале не протолкнуться. Всего в России выдано около трех десятков лицензий на букмекерскую деятельность. И большая часть ставок идет через интернет. Как бы то ни было, в атмосфере чемпионата мира многие предпочитают сделать ставку лично. Кроме того, благодаря этому мероприятию год назад был снят запретный рекламу. И каждая из украшенных мечами заведения теперь печатает брошюры и флайеры. На туристическом Новом Арбате, где встречается группа возбужденных болельщиков со всего мира, ставку можно сделать через каждые три метра при наличии удостоверения личности, как требуется по введенным в 2014 году правилам для предотвращения мошенничества. Не совершенно летним сюда путь закрыт, но иностранцам рады. Только вот будьте готовы к тому, что ваш выигрыш обложат 30% налогом вместо 13% для россиян. В любом случае, даже небольшой прогулки достаточно, чтобы сделать другой вывод. Ставки и все еще, сугубо мужское занятие. Российские женщины по-прежнему не торопятся к букмекерам.